Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. С актуальными вопросами к главе курорта за поддержкой. Лучшие кадры в поликлинику Анапы. Жаркий сезон. Уборка зерновых идёт полным ходом. Дойти до главы города и заручиться его поддержкой. Сегодня Сергей Сергеев провёл очередной приём граждан по личным вопросам. Галина Наговицына поделилась с главой города болью жителей третьего микрорайона Витязева. Все преобразования в курортном селе проходят мимо них. 15 лет назад даже коммуникации первой необходимости людям пришлось прокладывать за свой счёт. А теперь ещё и содержать. У нас нет ни дороги, ни газа. Свет, воду сделали. Пользуйтесь. Прорыв идите, пожалуйста, за свой счёт. Я завтра иду в водоканал, просите, чтобы ещё раз забрали воду в водоканал. На сети есть вся техническая документация. А значит, с передачей на баланс водоканал проблем быть не должно. Передать надо и частные трансформаторные подстанции, которые сегодня не обслуживают должным образом. Чуть дождь или ветер, и люди в Витязевском микрорайоне остаются без света. Десятилетиями развивалось непропорционально строительство, инфраструктура. Это хорошо, что построили буржур. Хорошо, что сегодня каждый день идёт отключение. Вот я сейчас рассматривал, по-моему, 8 или 9 заявок на послезавтра, вернее, на 16-е. И каждое отключение, там и по Витязево есть. Каждое отключение – это замена каких-то присоединителей, замена технического обслуживания трансформаторов и так далее. Этой работы полгода назад ещё никто не делал. Бесхозные участки тоже доставляют немало проблем местным жителям. Стоят по пояс в траве, пристанище змей и бродячих животных. После ревизии земли можно принимать меры. Сейчас разрешение на строительство ИЖС выдаётся на 10 лет. Мы живём сегодня по земельному законодательству, ныне действующему. На 10 лет выделяется. Если прошло уже более 10, мы вправе инициировать расторжение через суд. По каждому проблемному вопросу глава Анапы поставил контрольные сроки для исполнения и ответа заявительницы. Поздравления с профессиональным праздником принимают работники Почты России. Анапскому почтамту есть чем гордиться. Несмотря на технический прогресс и появление интернета, бумажные письма ничто не заменит. Так что работы у сотрудников Анапского почтамта немало. Ежедневно обрабатывается до 8 тысяч простой и 4 тысяч заказной корреспонденции. Отправляется около полутора тысяч бандеролей, ценной корреспонденции и около 600 посылок. Такой кубок коллектив Анапского почтамта заработал по итогам прошедшего 2014 года. Это за наибольший прирост доходов по приёму посылок, от приёма подписки, прочих услуг. Такой кубок впервые у нас в Анапском почтамте. Мы очень им гордимся. Это, конечно, общая награда всего коллектива. В 36 почтовых отделениях, включая Анапский почтамт, трудится около 300 человек. С профессиональным праздником сотрудников Анапского почтамта поздравил заместитель главы курорта Владимир Забураев. От души поздравляю вас. Желаю ещё раз крепкого здоровья. В последнее время перечень услуг, которые можно получить на почте, значительно вырос, в том числе и финансовых. Например, здесь можно погасить кредит или приобрести страхование от нерадивых соседей, оформить денежный перевод в Вестерн Юнион. Если нет времени забрать заказ, сделанный по интернету, за небольшую плату его доставят сотрудники почты. Никакая электронная почта не заменит самой главной услуги – доставки писем. Ведь нет ничего приятнее, чем получить весточку от близких, написанную вручную. Медицинские кадры на курорте буквально на расхват. Санатории, лечебные учреждения, детские здравницы. Большая конкуренция с бюджетными лечебными учреждениями. Но в городской поликлинике новый главный врач Елена Александровна Паркина ищет методы решения проблемы нехватки кадров. Ещё пару месяцев назад к врачам-терапевтам попасть было затруднительно. Врачей не хватало. Первым шагом к стабилизации сложившейся ситуации стал перевод терапевтов из филиала в основное здание. Ведь сроки ожидания в очереди к терапевту составляли 20 и более дней. А получение рецептов – до 5 дней. Поликлиника – это очень большое учреждение, которое обслуживает весь город. И не только город, но и сельские населенные пункты. На данный момент мы ведём активную кадровую политику, привлекаем врачей-специалистов. За марта месяца мы привлекли 11 врачей-специалистов, как терапевты, так и онкологи, неврологи, эндокринологи. Инфекционист у нас появился за последнее время, за последний год. Мы очень этому рады. Ольга Кривуля – врач с 15-летним стажем. Работает в Анапской поликлинике всего второй день. Но желающих попасть к ней на приём уже хоть отбавляй. На сегодняшний день очень много под наблюдением идёт диспансерных больных, которые наблюдаются. То же самое у нас инфекционное отделение выписывает, когда больные, чтобы они не терялись. Всегда раньше существовал кабинет инфекционных заболеваний, куда они приходят и наблюдаются в течение полугода, месяца, то есть в зависимости от того, какое заболевание. Тем более у нас курорт всё-таки и есть большая группа декретированного населения, то есть это те, кто работают на пищеблоке, те, кто работают в детских садах, в гостиницах, в санаториях. Наконец-то появился ещё один востребованный специалист – онколог. Игорь Суслин переехал из города Мариуполь. Практикующий онкохирург теперь трудится в Анапе. Город курортный, тем не менее, довольно много людей обращается. У женщин основная проблема – это заболевание молочных желёз. Мужчины чаще всего обращаются с заболеванием кожи и предстательной железы. Заболевания кожи превалируют здесь, потому что солнечные лучи и народ постоянно под воздействием ультрафиолета. Оптимизация работы терапевтов значительно сократила очереди. Теперь вообще попасть к необходимому врачу стало проще. Однако незакрытые вакансии ещё остаются. Горячим остаётся вопрос по втезиатрии, потому что действительно врачи втезиатров, они лечат пациентов с туберкулёзом и наблюдают их. Это очень дефицитная специальность. И остаётся вопрос по терапии всё-таки. Но мы впервые переломили ситуацию, когда участковых медсестёр терапевтических стало меньше, чем участковых врачей терапевтов. Раньше было наоборот. Раньше приходилось на одного врача подвинуть сестры. Всего в городской поликлинической больнице на данный момент работает 56 специалистов, ведущих амбулаторный приём пациентов. А поликлиника у скорой помощи тоже работает на медосмотры и на получение водительских прав. По нормам Санпина пока в ней возможна только такая работа. Есть в жизни курортного региона пора, которая остаётся незамеченной отдыхающими. Но для анапчан это экономически важный и значимый период. Когда идёт уборка зерновых, понимаешь, что пашня и люди на ней трудились весь год не зря. Пшеничный колос полновесный, убирать такие массивы – одно удовольствие. С высоты птичьего полёта уборочный комплекс ВПХ Анапа в несколько комбайнов – картина впечатляющая. Она заставляет вспомнить былые времена, когда уборка была главным делом земледельца, итогом всей его работы. ВПХ Анапа сохранили и традиции, и отношения к земле, и урожая, и объёмы. А зимой пшеницы выращены сейчас на площади в 2200 гектаров. На сегодняшний день у нас уже убрано 4000 гектар пшеницы, что составляет 33% от общей площади. В краю в целом мы идём на нормальных оборотах, потому что в краю всего 27% уборка, а у нас 33% – это немного выше среднего. Урожайность на сегодняшний день составляет 48 центнеров с гектара, что для нашей зоны тоже является нормальным результатом. Это на несколько центнеров выше, чем урожайность прошлого года на ту же дату. У ОПХ Анапа новый руководитель. Он животновод по образованию и опыту работы. Поэтому получил чёткое задание от заместителя главы города Александра Колесникова – развивать животноводство. Благо, все животноводческие корпуса сохранены. Настоящие хозяйственники не позволили их развалить. Есть прекрасные места в районе Куматыря, где будет развиваться и агротуризм. Техника в основном привлечённая, но судя по тому, какими темпами она работает, гул комбайном вполне оправданно смолкает после 22 часов. Зерновая бригада справляется с объёмом уборочных работ. У нас работает наёмная техника, которая себя зарекомендовала уже не один год. Комбайный класс – 12 комбайнов и порядка 4 единиц машин наёмных. Остальные три комбайна наши и 7 единиц тоже на вывоз техники. Ток работает в круглосуточном режиме, переработка зерна где-то в пределах 600 тонн в сутки. ОПХ «Анапа» уже продал урожай рапса. Результаты отличные. После уборочном комплексе на зерновом клине тоже всё организовано чётко и с учётом прицела на будущий урожай пашни следующего года. Остается только порадоваться за земледельцев и подтвердить, что «Анапе» есть чем гордиться. Её аграрная слава на высоком уровне. Специалисты управления муниципального контроля выявили в селе Витязево очередные незаконно установленные объекты. По решению межведомственной комиссии демонтировано 8 экскурсионно-туристических киосков. В селе Витязево курортный сезон идёт полным ходом. В одном из самых прибыльных для торговли мест на проходе к морю Паралия муниципальный контроль выявил 4 нелегальные точки по оказанию экскурсионно-туристских услуг. «Был собран необходимый материал и передан на межведомственную комиссию, на которой был определен срок о демонтаже данных объектов. О демонтаже этих объектов было сообщено в средствах массовой информации. На данные объекты были расклеены информационные сообщения». Владельцам нелегальных павильонов необходимо было до 6 июля демонтировать некапитальные конструкции. Собственники лишь в единичных случаях сами разбирают коммерческие объекты, а торговать продолжают. Только при виде муниципального контроля и техники собственники незаконных киосков на углу проспекта Южного и улицы Цветочной стали выносить оборудование. Владельцы разобрали два павильона, а вот нелегальную торговую точку на углу улиц Мирной и Знойной демонтировали силами администрации. «Данные некапитальные объекты были вывезены на специальную стоянку для хранения. На стоянке данные объекты будут храниться в течение 6 месяцев, после чего будут утилизированы». Для возврата нелегальных конструкций владельцам необходимо обратиться в управление муниципального контроля по адресу город Анапа, улица Промышленная, кабинет 206, и обязательно предъявить документы, подтверждающие право собственности на демонтированные конструкции. Феерическим галоконцертом завершился фестиваль любительских и профессиональных коллективов «Море вдохновения театр», проходивший с 7 по 13 июля в Анапе. Пристегнув воображаемые ремни, зрители отправились в полет, творчество и музыки. На борту фестиваля авиалайнеры собрались дети и молодежь со всех концов России и ближнего зарубежья. Самара, Горноалтайск, Омск, Пенза, Республика Казахстан, Северная Осетия – всех не перечислить. Участники повышали мастерство на мастер-классах известных актеров, преподавателей сценической речи, общались в рамках занятий и круглых столов, соревновались в вокале, хореографии, художественном слове, фольклоре и театральном искусстве. Я очень рад, что в этот раз мы встретили по всем жанрам такой высокий уровень. Я уже часто задаю вопрос, что этому содействует. Я думаю, что все-таки телевидение в основном, потому что дети каждый день смотрят, а им легко, они просто с первого раза выходят на сцену, владеют сценой. Раньше надо было денег готовить месяцами, годами, чтобы он привык, чтобы он перестал бояться, перестал бояться сцены, чтобы он с публикой ввел себя на равную, ну, как бы спокойно не реагировал. Все это добивалось годами, сейчас это приходит сразу, с четырех лет на сцену ведет себя достать. Все заслуживают высшей оценки. Настолько любительские театры растут, потому что они сейчас держатся на энтузиастах, а энтузиасты стараются конкурентно, так сказать, вписаться в нашу среду театральную, вот, своими малочисленными юными силами, что, честно говоря, очень удивляет, приятно. Образцовый художественный коллектив «Радость» из Луганской народной республики в фестивале участвовал впервые. Встретили тепло, потому и эмоции остались самые приятные. Я очень рада, что в столь сложное время нас сюда пригласили, и вот так к нам очень хорошо отнеслись, нас не выделяют, именно относятся как к своим детям. Это очень важно, и мы хотим сюда приехать еще раз, чтобы показать, как мы выросли, вот, посмотрели на другие коллективы и научились чему-то новому. В итоговом гала-концерте победители фестиваля представили лучшие номера. Маленьких артистов Анапского ансамбля кавказского танца «Имизи» встречали бурными овациями. Настолько покорил он сердца зрителей. Лучшие коллективы были отмечены дипломами и подарками. Жюри не скупилось на добрые слова. Все коллективы и участники показали себя достойно и на самом высоком уровне. Гран-при фестиваля Гран-при фестиваля увез с собой в Оренбургскую область танцевальный коллектив «Дэнс Холл», покоривший зрителей эмоциональностью исполнения танцев. И второй гран-при – Алексей Бычков, Лежегородскую область. Акваторию спортивного яхт-клуба сегодня заполнили десятки парусников. Там идет подготовка к чемпионату Европы и мира. 20 спортсменов из разных уголков России приехали в Анапу на тренировку по парусному виду спорта. Стоит отметить, что совсем недавно анапские ребята успешно завершили всероссийские юношеские соревнования в Таганроге. Сейчас их смены Кристиан Чех и Денис Гаретый готовятся к чемпионату мира в Греции. Соперники весь мир, как обычно. То есть команда едет два мужских, один женский экипаж, который тренируется сейчас. И с Анапом. Один экипаж Анапский, один Санкт-Петербург и один смешанный Москва-Сочи. Главное сейчас лить на ауду, чтобы не забыть ничего. До 22 июля пройдут тренировочные мероприятия. В конце июля наши яхтсмены уедут покорять мир. Ребята признались, приложат все силы, чтобы яхта олимпийского класса 470 принесла не только России, но и Анапе, золотую медаль мирового чемпионата. Витязевский футбольный клуб «Понтас» сокрушил соперников из Тимашевска. На стадионе «Понтас» в поселке Витязева состоялся очередной матч чемпионата Краснодарского края. Встречались команда «Понтас» и команда «Прогресс» из Тимашевска. Несмотря на то, что недавно команду «Понтас» покинул главный бомбардир Владислав Олексин, спортсмены не растерялись и сокрушили своих соперников со счетом 6-1. Сегодня играет на хорошем уровне, поэтому занимает второе место, я думаю, это не предел. Игра была очень живая. Нешуточная борьба кипела на поле. Полузащитник команды «Понтас» Георгий Мавропола занимается футболом с самого раннего детства. В этой команде играет уже 4 года и знает все приемы, как обыграть соперников. Гора складывалась довольно-таки тяжело, но мы забили гол за счет ошибки соперника. Потом стало уже легче играть, игра уже была под контролем, они атаковали, мы играли на контратаках. Жестко, ну как сказать, наверное, да. Без этого никак, это футбол, это мужская игра, и поэтому приходится играть жестко. Капитан команды противоположной стороны признается, команда «Понтас» всегда нацелена на победу и идет с боевым настроем. Играла одна команда, вторая просто присутствовала на поле. Много говорить нечего. Просто я здесь два года играл в этой команде, в восьмом и в девятом году, поэтому я знал, что здесь легко не будет, здесь ни одной команде легко не бывает, которая приезжает. Витязевцы в группе лидеров. В турнирной таблице «Понтас» находится на втором месте после анапской команды. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. Во вторник, 14 июля, в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем 22-25 градусов со знаком «плюс», ночью до 20 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости, анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главные достоинства Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин